Всем привет! Меня зовут Лара. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня коротенькое видео прогноз для представителей знаков Стрелец. На следующую неделю с 14 по 20 июня мы посмотрим все сферы вашей жизни, все сферы жизни. Что будет происходить в работе, в семье, в отношениях, в любви, в деньгах, конечно же. Возможно звезды приготовили вам сюрприз, возможно предупреждение. Вы услышите какое-то предупреждение и вы уже будете четко знать, как вам действовать и чего вам не следует делать. Также карты дадут вам совет, если вы, конечно, в таком нуждаетесь. Также я хочу сказать, если у вас есть сложная ситуация в жизни, либо вам нужен совет по какой-то ситуации, я работаю не только с гороскопом, мы сможем сделать рассказ для вас в абсолютно любой сфере, интересующий вас. Я сделаю это с удовольствием под следом бесплатным. Да, мы не ослышались. Мне было очень приятно сегодня слышать комплименты от моих друзей англичан, очень педантичных, которые сказали мне, если они позвонили. Лара, вау, все твои прогнозы сбылись, теперь мы слушаем только твой гороскоп. Чего вам желаю. Мои дорогие стрельцы, я благодарю вас за терпение. Итак, какой будет общая атмосфера для стрельцов на следующей неделе, а именно с 14 по 20 июня. И мы видим очень приятную встречу. Мы видим человека очень такого, знаете, мы видим птицу высокого полета. Такой, знаете, если вы женщина, такая женщина, знающая себе цену. Если вы мужчина, то же самое. Это будет приятная встреча. Это такие, знаете, неожиданное проявление внимания в ваш адрес. Вы даже не ожидали. И вы будете четко охранять свои границы. Вы знаете себе цену. Вы просто так не подпускаете. Несмотря на то, что вы очень общительный человек, вы не подпускаете кого попало в свое окружение. Вы знаете себе цену. Мои дорогие стрельцы. Что будет происходить в семье? В семье что-то новое. Возможно, новые какие-то продажи. Я имею в виду, либо вы задумываетесь о покупке дома. Потому что карта абсолютно новая. Это будет такой прыжок. Прыжок для вас неожиданный, такой для вашей семьи. Возможно, вы что-то очень долго планировали, и наконец вам удастся это совершить. Это будет деловая дорога, бизнес-продажа, либо покупка недвижимости. Но что-то новое, такое новое для вашей семьи будет. Скорее всего, речь здесь идет о новое. Вот что-то новое ворвется в вашу жизнь. Именно касающиеся семьи. Какие-то изменения. Что будет в работе? Рабочие встречи, собеседование, неожиданное предложение и принятие на работу. Возможно, вы будете этому очень рады. То есть новые возможности в работе. Это будет для вас, знаете, такой праздник. Вы будете этому радоваться. Возможно, вы захотите даже отметить с вашей семьей. Потому что здесь четко карты говорят, что вы будете настолько радоваться. И вы захотите поделить этой радостью со своим партнером. Хорошее. Как уже карты говорили, что-то новое. Возможно, что-то новое в семье. Возможно, здесь речь идет о новом месте работы. Что будет в отношениях? В отношениях какие-то у вас будут разногласия. Возможно, третья особа мешается в вашем отношении. И вы будете немножко... Вы, как знаете, такой дипломатичный... Вы дипломатично постараетесь решить этот вопрос. Очень дипломатично. Потому что карта нам Рона Ансус показывает человека очень общительного, очень коммуникабельного, умеющего договориться и найти компромисс. Ну вот с такой большой надеждой, что все трудности решатся. А вообще стрельцы, они, конечно, по жизни очень оптимистичны. Такие люди и очень коммуникабельные, насколько я знаю. Мне нравятся очень стрельцы. Что вас будет поддерживать? Ну, вы знаете, что-то... Что-то такое произойдет в вашей семье. Я не знаю, что именно. Какой-то печаль, страдания. Возможно, депрессия. Известия, возможно, о заболевании. Что-то... Будьте очень осторожны, мои дорогие стрельцы, потому что в следующей неделе что-то может случиться именно с вашей семьей. Какой-то, знаете, возможно, даже какая-то авария. Мне очень, конечно, грустно об этом говорить. Я стараюсь не говорить о каких-то негативных событиях, но я обязана озвучить все, что мне говорят карты. Я ничего не приукрашиваю. Как, знаете, как клянусь говорить правду, и только правду, и ничего, кроме правды. Потому что я не имею права лгать, не имею права искажать то, что мне говорят карты. Что-то неожиданное, не очень хорошее случится. Но это вам будет... Я не знаю, карты выдали это в позиции поддержки, поэтому смотрите. Просто я вас предупредил. Карты вас предупредили. Какие могут быть помехи в вмешательстве третьего лица. Ваши отношения. Вот так. Как мы уже карты раньше сказали, какой-то человек принесет какие-то нехорошие хлопоты, пустые хлопоты в ваши отношения, и вы немножко, возможно, захотите притормозить. Вот такая вроде радость-радость. Вы вроде радовались-радовались этим отношениям. И вдруг раз вы узнали какую-то печальную весть, как нам уже карты сказали, связанные с ими. И вас немножко это притормозит, приостановит. Вы сами скажете себе, не слишком ли я тороплюсь, не слишком ли я инициативен в этих отношениях, не слишком ли я оптимистичен в своих ожиданиях. Вот скажем так. Просто это вам как предупреждение. Какой же будет результат в следующей неделе для вас, дорогие мои стрельцы? Здесь мы видим заслуженный деловой рост, успех, финансовая стабильность, аренда или покупка земли или дома. Смотрите. Очень хороший финансовый бонус вас ждет, мои дорогие стрельцы. На следующей неделе мы видим здесь такого мужчину, олицетворяющего, такой двойнин. Это такой мужчина солидный в статусе. Статусный мужчина солидный. Но что-то вас такое, знаете, вынудит как-то изменить свои планы, что ли. Как уже ранее карты, видите, карты как повторяются. То есть, если они уже надумали вам сказать что-то, вам нужно знать именно эту информацию. Каждый раз в девяти позиций они повторяют вот эту информацию. Что-то вас заставит изменить ваши планы. Сюрприз. Сюрпризом будет хороший денежный улов. Смотрите, хороший денежный улов. Причем это для вас произойдет очень неожиданно. И вы будете настолько рады, что вы даже, может быть, знаете, захотите отметить это с друзьями. Может, просто друзья к вам придут и скажут, а когда мы отметим наш успех или наше дело, которое означало с таким вот успехом. Замечательно. Все происходит. Несмотря на то, что какие-то точки набежали в личной жизни, в отношениях, но это как в конце всегда так в жизни бывает. Что-то теряем, что-то находим. Что-то хорошее случается, что-то плохое. Если что-то плохое, обязательно прикрывать чем-то хорошее. И какой вам совет? Ну вот какое-то разрушение в вашей жизни идет, понимаете? Мои дорогие стрельцы, к сожалению, я не могу вас опорадовать, потому что как будто третья особа вмешивается в ваши отношения. Будь вы мужчина или женщина, вот третья особа, которая хочет, может разрушить ваши отношения. Поэтому, смотрите, если речь идет о мужчине, рядом с вами заботливая, добрая и очень хорошая, такая, знаете, терпеливая, нежная девушка, женщина. Она такая вся для семьи, чувствительная, эмоциональная, хорошая мама, жена, сестра, хозяйка, бабушка. Поэтому будьте очень-очень внимательны. Возможно, вы будете стоять перед выбором. И, ну вот, трижды подумайте, прежде чем разрушать то, что у вас уже есть. Вот как-то так. Я знаю, что стрельцы, они натуры страстные и очень глупчивые, но не стоит разрушать даже из-за мимолетных каких-то симпатий, разрушать то, что у вас уже есть. Ну, решать, конечно же, вам. Вот такой прогноз для вас, мои дорогие стрельцы, на следующей неделе, с 14 по 20 июня. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада работать для вас. Я благодарю вас за внимание и скоро увидимся. Желаю вам всего хорошего. Пока.